Молодая семья в столице занялась разведением уток дома. По их словам, это началось как самое обычное хобби, ну а затем переросло в настоящее дело. Сегодня у них образовалась целая семья диких кряков и пекинской пушистой утки. У начинающих фермеров побывала Ниргуяна Егорова. Кипаем концом вверх, острым вниз. Это у меня большие яйца от больших уток, по 90-100 грамм. Татьяна Попова закладывает яйца в инкубатор. Птенцы вылупятся через 28 дней. Главное в этом процессе – свежесть яиц, нужная температура, влажность и вентиляция. А все началось в апреле месяце, когда у семьи Поповых появились первые утята. По объявлению нашли хозяина и взяли пятерых утят для начала. Вроде было весело, ну как бы не серьезно, не было ничего такого, просто хобби. Даже не хобби, а просто баловство, скорее всего, для детей. Все мы им сделали, муж сделаем курятник, ну как бы загон летний. Отпустили в озеро, и они там купались, все. А потом еще решили взять утят. Вот, и так и получилось. Это в 2016 году, в апреле, в мае, вот, примерно в это время. А потом мы, ну вот, взяли кряков диких. Это мы случайно зашли к женщине, она просто хотела нам продать уток, а мы увидели, что там есть дикие утки. Зашли, она нам продала. Родственники, увидев, что хобби переросло в настоящее серьезное дело, подарили инкубатор. Первое пополнение в семействе произошло 3-4 января. Татьяне с мужем пришлось не спать две ночи. Супруги с трех часов ночи и до утра принимали участие в процессе вылупления птенцов. Да, они шевелятся, потом проклевы делаются. Ну, соответственно, нужно было им помогать, потому что я даже не знала, как им помогать. Многие, кто реально, ну, специалисты, вот они помогают утятам выходить из яйца. Но там есть как бы пуповина, ее можно порвать, и поэтому я не стала рисковать, и они сами вышли. Чуть-чуть маленько помогла им. Молотняков пока содержат дома, благо жилплощадь позволяет. Утята и цыплята все ходят гуськом. Первая свободность. Тут один бежит, сидит. Так, а тут китайская утка, да? Даже делают робкие попытки взлета. Среди особей уже образовались парочки. Кормят детским комбикормом, дают мел, ракушки, витамины. Птенцы растут очень быстро и уже совсем скоро будут выглядеть, как взрослые птицы. На сегодняшний день в большой дружной семье уживаются попугаи Даша и Гоши, черепаха Чапи, три собаки, 32 курицы и уток. Начинающий птицевод всю информацию черпает из интернета, так как мало кто занимается разведением уток в условиях нашего города. Петрович осознает свою важность и дает понять, что именно он является хозяином не только курятника, но и наступившего года. Утки, курицы и петух здесь зимуют впервые. Весной в мае их выпустят на озеро. В этом нелегком и новом занятии Татьяне главной поддержкой являются родные. Сейчас у молодого фермера возникает желание взять фазана и павлина. Юргена Егорова, Андрей Рукавишников, Якутия, день за днем.